Добрый день, добро пожаловать! Хлебом, солью и чак-чаком встречали главу РПЦ на Казанской земле. Патриарх Кирилл прилетел в столицу Татарстана для участия в ежегодном заседании группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Программа визита была насыщенной. Помимо участия в заседании, глава православной церкви посетил несколько официальных встреч, заглянул в болгарскую исламскую академию и смог увидеть выставку реликвий, которые относят к пророку Мухаммаду, мир ему, и его сподвижникам. Рассказывая журналистам о своем визите в Татарстан, патриарх Кирилл заявил, что считает мусульман и христиан братьями, связанными кровью. Мы связаны же ведь мусульмане и православные не только какими-то праздниками, радостными воспоминаниями, но и трагическими воспоминаниями. Но во время Великой Отечественной войны кто там разделял на православных или мусульман, давали команду в атаку и поднимались из окопа и шли на встречу смерти. И православные мусульмане. Поэтому мы так соединены историей, если хотите, кровью совместной борьбы с врагом и радостными событиями, что просто, я думаю, даже какие-то уж очень злонамеренные силы не способны разрушить вот этого единства, подлинного братства, которое сегодня имеет очень большое значение, когда Россия во многом отстаивая традиционные ценности, противостоит очень большому количеству стран. Потому что мы отстаиваем традиционную мораль, мы отстаиваем достоинства мужчины и женщины, мы отстаиваем святость брака, всего того, что сейчас не просто ставится под сомнение в других странах, не звергается. Также глава православной церкви отметил особую роль Татарстана в укреплении межконфессиональных отношений. Ведь именно здесь мирно, бок о бок существует и развиваются ислам и православие. В условиях взаимной поддержки и уважения. И никто не протестует против церквей или мечетей и не сжигает священные книги. В связи с этим хочется вспомнить давнее высказывание патриарха по поводу мусульман. Во время одного из посещений Астрахани меня привели к храму святого князя Владимира и рассказали историю. Этот православный храм был построен в том месте, где компактно проживали мусульмане. Конечно, он был построен до революции. И никогда никаких конфликтов не было между православными и мусульманами, жившими в этом районе. И вот в постреволюционное время власти приняли решение закрыть и разрушить храм святого равноапостольного великого князя Владимира. Что вы думаете? Этот храм отстояли мусульмане, которые жили в этом районе. Они плотным кольцом окружили церковь и не допустили безбожников войти в храм и его разрушить. Но скажите, пожалуйста, но люди, у которых бы не было сердечного отношения к православным и уважения к их религии, сделали бы это? Среди тех, кто разрушал православную веру, не было мусульман. Это исторический факт. Так почему же при всей любви и уважении к мусульманам в России такая большая проблема с мечетями? Чего стоит одна только история со строительством мусульманского храма на востоке Москвы? Или недавнее закрытие исламского центра в Котельниках по обращению группы активистов? Вот что рассказал в своем видео мусульманин Михаил Нигматов. Сколько раз жители обращались в администрацию города Котельни? Я хочу заметить, что именно мы, жители города Котельники, граждане России, просили, чтобы нам дали место под мечеть, чтобы мы все собирались молились. И именно большая часть жителей города Котельники, которые даже не являются мусульманинами, и русские христиане поддержали это, потому что они сказали, что если есть храм рядом, недалеко от нас, и я даже рад этому, то было бы правильнее, чтобы и мечеть была. Хотя мы изначально просили, чтобы нам не просто помещение дали, за которое мы, кстати, платим деньги, мы же это арендуем, а чтобы нам выделили землю, чтобы мы купили землю и там построили нормальную полноценную мечеть. Вдали, кстати, от домов. Да, это был бы плюс для всех, но, к сожалению, администрация нас не услышала, я надеюсь, услышат. Количество существующих мечетей даже на десятую часть не закрывает потребности верующих. Новые площади практически не выделяются, а со старых мусульман то и дело выселяют по каким-то странным причинам. Возможно, и вы сталкивались с похожими ситуациями. Напишите в комментариях, мы активно следим за этой темой.